МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Валерий Юрьевич. И очень активного предпринимателя Алексея Попова. Здравствуйте. Добрый вечер. Что ж, тема программы сегодняшний фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Ненецкого округа. Давайте начнем с идеи. Валерий Юрьевич, наверняка к вам обращались предприниматели с тем, чтобы создать такой фонд, дать ей возможность получать поддержку, либо не было такого? Безусловно, были обращения, и идея, надо сказать, витает в воздухе, достаточно давно. Все-таки, наверное, в функции органов государственной власти входит больше реализация государственной политики и нормативное регулирование. А тот, кто должен это все применять и реализовывать, такой организации у нас не было. И эта идея, безусловно, она давно витала в воздухе, так сказать, вынашивалась. Вот как результат сегодняшнее решение. Я думаю, у предпринимателей сегодня будут вопросы, которые смотрят наш эфир. Алексей будет тоже, наверное, помогать с ответами. Я приглашаю к участию по телефону прямого эфира 2-11-45. Звоните и задавайте ваши вопросы. Наши эксперты с удовольствием ответят на вопросы. Я думаю, что это прекрасная возможность, еще раз повторюсь, получить ответы, как говорится, не отходя от кассы. Алексей, ну вот Валерий Юрьевич сказал, что идея давно витала в воздухе, и была такая нужда, да, создания подобной организации, как Фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Ненецкого округа. Вы как достаточно активный предприниматель, который проявил себя в различных сферах деятельности. Как можете оценить работу такой вот структуры? Она действенна будет? Да, конечно, если посмотреть по опыту других регионов, в которых уже созданы подобные организации, то предприниматели очень хорошо отзываются о подобных фондах, и данные фонды реально помогают предпринимателям в их деятельности. Ну, во время предпринимательской деятельности человек сталкивается со множеством проблем. А проблемы совершенно различного характера, это и информационный, так сказать, голод, и консультационная недостаточность, да, и финансовая, так сказать, проблема, когда необходимы какие-то средства на начало бизнеса и на его развитие, продвижение дальнейшего. И вот эти предприниматели обращаются в других регионах в подобные фонды, и я считаю, что в нашем регионе назрела объективная необходимость уже пора сделать. И когда-то самая пора была, Ирина Викторовна? Что вот прямо пора и все? Ну, 16 февраля через заседание администрации было подписано постановление администрации Нинско-Автономного округа об учреждении некоммерческой организации, фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. Но законодательство требует определенное прохождение процедур. После этого, 13 марта, мы прошли согласование собрания депутатов Нинско-Автономного округа и в настоящее время проводим все регистрационные процедуры в Министерстве юстиции, которые находятся в Архангельске. Там тоже есть свои правила, но я думаю, что, в принципе, здесь определенных заминок не будет. Мы, конечно, очень ратуем за создание данной организации, потому что это реально будет действенный механизм именно развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, именно работы с предпринимателем по принципу одному окна. Потому что мы посмотрели тоже региональную практику, которая есть в регионах по работе с предпринимателями. Понятно, что органы государственной власти, у них немножко другие задачи по реализации государственной политики, по развитию предпринимательства. Это разработка программ, это разработка нормативной базы. Непосредственная работа с предпринимателями, когда любой человек, который хочет создать бизнес, который уже работает в бизнесе, у него, может быть, просто есть идеи, но ему нужно куда-то обратиться. Мы со своей стороны сейчас пока всячески оказываем кондиционные услуги, но этим должна заниматься определенная организация. Причем желательно в форме некоммерческой организации, которая не будет зарабатывать ни на ком деньги, а будет именно на безвозмездной основе оказывать и консультационные, и методические информационные услуги. То есть предприниматель, придя в фонд с идеей, с проектом, именно там должны специалисты, потому что в штате у нас фонды запланированы как юрист, так экономист, как бухгалтер. Причем бухгалтер не просто для ведения деятельности фонда, а именно с возможностью консультирования предпринимателей. И вот предприниматель должен прийти в фонд, и там ему помогут сделать и проект, и выбрать систему налогообложения, помочь зарегистрироваться, помочь собрать пакет документов для предоставления каких-либо мер поддержки. И, в принципе, там ему подыщут, на какие меры поддержки он может рассчитывать. И на выходе уже из фонда данный предприниматель выходит с готовым пакетом документов, с готовым проектом. Мы со своей стороны включаемся в плане, что мы будем курировать, конечно, этот фонд, естественно. Мы со своей стороны включаемся по минимизации административных барьеров, с которыми может встретиться предприниматель. Мы, конечно же, с фондом развития предпринимательства будем работать в плотной связке. Мы работать будем не то, что параллельно, да? Мы будем работать вместе. Но мы будем исполнять, как орган власти, комитет будет исполнять свои функции, а фонд будет непосредственно работать с каждым человеком, обратившимся, с каждым предпринимателем, что начинающий, что действующий. Валерий Ильич, вот Элина Викторовна сказала, что комитет будет непосредственно контактировать с этим фондом. С вашей стороны, какие функции будут осуществляться, чтобы предприниматели понимали? Потому что сейчас достаточно много у нас направлений, которые помогают бизнесменам реализовать свой проект. И, может быть, где-то отчасти уже они запутались. Вот Элина Викторовна сейчас пояснила, да, что комитет-фонд, в принципе, как одно целое. А вот полномочия ваши? Да, я понял вопрос, Мария. Спасибо. Ну, на самом деле, не так много органов, да, как нам кажется в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. Вот. А почему может возникнуть некоторая путаница у предпринимателей или у желающих заняться бизнесом? А только по той простой причине, что и комитет сегодня, и уполномоченный частично выполняют как бы не совсем свою работу. То есть вот те же беседы с людьми, которые пришли просто с голой идеей, да, встали с дивана, пришли с голой идеей, и вот это общение, там, наставление их на путь истинный, это все-таки не задача комитета, да, и в чем-то не задача уполномоченного, потому что их права-то в данном случае не нарушены. Это как раз работа специализированной организации, которая и должна этим заниматься. Поэтому вот смотрите, ну, такой алгоритм. Значит, фонд вооруженной регламентации, которая написана органами государственной власти, ведет работу с бизнесом. Они из фонда выходят, значит, в органы власти с готовыми, внятными заявками, соответствующими требованиями и так далее, с бизнес-идеей. Они пришли туда, получили соответствующие меры поддержки, какие-то, да, им помогли, они начали работать, и вот на этапе работы их права кто-то, какой-то абстрактный чиновник нарушил, вот тогда они идут к уполномоченному. Вот это идеальная схема, к которой, в принципе, нам не надо стремиться. Алексей, вот тогда давайте перейдем уже к конкретике. Вот вы как предприниматель, да, помимо конституционной поддержки, какую еще вы можете получить от этого фонда? Чем он будет полезен? Ну, фонд, насколько я знаю, создаваемый у нас в регионе, это будет такой инструмент, и я как его вижу, это инструмент, то есть, когда вот человек приходит с предпринимательской инициативой и непосредственно поддерживает именно предпринимателя, потому что и рассматривают этого человека, то есть как предпринимателя, а не как бизнес-проект, потому что за любым бизнес-идеем, за любым бизнес-проектом стоит какой-то человек, лидер, человек, который решил рискнуть, рискнуть своими деньгами, своим временем, попытаться начинать развиваться. И вот когда такой человек приходит, то должна быть вот организация, которая с ним будет вести беседу, вытягивать из него вот эту вот нужную информацию, то есть наставлять его на истинный путь. Ну, в плане, может быть, у него нет опыта ведения бизнеса, а в фонде должны работать люди, которые уже в бизнесе... Так сказать, корифеи, так сказать. Да, которые уже поработали, которые знают уже, что к чему, и они помогут определиться, выявить определенные риски. И потом, после того, как уже вот эта идея окрепнет в фонде, то потому что любой человек, любой предприниматель, который приходит в фонд, он должен понимать, что если он пришел в фонд, то значит уже его бизнес, его успех — это и задача фонда. То есть фонд должен помочь предпринимателю заработать его первый миллион, чтобы человек, предприниматель устроил работников себе в учреждения, чтобы начал развиваться. Соответственно, вот это все нематериальный вклад, да, вот сейчас вот я обозначил. Но есть еще и материальный аспект вот этой помощи. Да, потому что вы изначально сказали, вот у него нет денег, но есть идея. Да, ну, в принципе, есть у кого-то и деньги, но нет идей. Да, тут надо тоже помочь. А что, кстати, лучше идеи или деньги? И то и вместе. Хорошо, давайте финансовые составляющие. Ну вот, если посмотреть на другие регионы, да, в других регионах присутствует такая материальная поддержка, это в плане микрофинансовая деятельность, да, если предпринимателю, допустим, надо до миллиона рублей прокредитоваться, то в таких учреждениях он может получить вот эти деньги на льготных условиях. И если ему надо деньги больше миллиона, да, допустим, он идет в банковскую организацию, в кредитную, кредитуется и приходит за поручительством в этот фонд. Это очень хорошее, так сказать, подспорье, да, когда вот, допустим, ну, не хватает своих денег. Ну и вот в первую очередь вот это. Ну и в следующую очередь, я думаю, что у нас в фонде это будет еще реализация каких-то мероприятий по государственной поддержке, насколько я знаю. Вот. Это, наверное, Ирина Викторовна лучше расскажет про эти все. Пожалуйста. Ну, я бы хотела уточнить по поводу вообще целей создания данного фонда. Целей основных четыре. Первая – это, конечно же, развитие и поддержка предпринимательской деятельности. Вторая – это все-таки создание условий для реализации у нас каких-либо инвестиционных проектов. Но хотелось бы уточнить, что инвестиционный проект – это не обязательно миллиардное вложение. Инвестиционный проект может быть строительством мини-фермы. Это тоже инвестиционный проект. Третья цель – это предоставление услуги микрофинансовой организации. И четвертое – предоставление гарантий при получении лизинга либо кредитов. То есть мы планируем в данном фонде все-таки завязать эти функции микрофинансирования и гарантирования. Единственное, я хотела бы сказать, что все-таки есть определенные процедуры на уровне федерального законодательства, чтобы фонд включили в реестр микрофинансовых организаций, чтобы фонд был наделен функциями гарантийного фонда. Но, конечно, не хочу никого пугать, но это будет не завтра, но это будет буквально, я думаю, что летом мы это все разработаем и внедрим. На сегодняшний день фонд проходит стадию регистрации, вот я уже об этом говорила. И на сегодняшний день, как только мы зарегистрируемся, параллельно мы разработали порядки по предоставлению субсидий. В первую очередь фонд будет работать с предпринимателем, в принципе, он будет работать по предоставлению мер государственной поддержки, по оформлению документов, по приему документов, по отработке бизнес-планов мер государственной поддержки. Их порядка 14 видов, в том числе это и гранты, и лизинги. То есть это всё будет публично, конечно, освещено дополнительно по всеми условиям поддержки и по всему. То есть фонд в первую очередь начнёт заниматься именно помощью предпринимателя по оказанию мер государственной поддержки в части реализации программы по развитию предпринимательства в округе. И ещё хотела бы сказать, что мы до этого говорили, что один должен делать одно, комитет должен делать другое, фонд другое. Я хочу сказать, уважаемые предприниматели, уважаемые жители округа, никто ни в одной организации, ни в одном, в общем-то, что фонд, что комитет, что уполномоченный, пожалуйста, звоните, обращайтесь, и никто не будет отправлять друг к другу. Обратитесь к нам, мы всё равно всё проконсультируем, поможем. Опять же, хотелось уточнить и обратить внимание, что фонд по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства, он будет располагаться там же, где располагается департамент финансов, экономик и имущества, в том числе и мы, комитет. То есть говоря о том, что комитет будет вести фонд, это не простые слова, что мы будем созваниваться с фондом, а это настолько целостность будет, целостность поддержки для предпринимателей, что мы будем даже находиться по одному адресу. Так сказать, в соседний кабинет. Верно. Выстраивается, ну, действительно выстраивается такой достаточно внушительный кулак, чтобы идеи бизнеса не повисали в воздухе, а просто двигались вперёд. Я что имею в виду? Вот если фонд, обработав какую-то идею предпринимателя, имея в лице учредителя комитет, который входит в состав департамента, департамент, я напомню, занимается и землёй, и имуществом, да, и так далее, то очень многие административные барьеры, вот эти проволочки, бюрократизм и так далее, они могут, вот чего и боятся многие начинающие предприниматели, этих вещей можно избежать, устранить их. И тогда открывается, ну, вполне ясная, прямая дорога непосредственно к работе бизнеса. Вот, я думаю, что заинтересует наших предпринимателей вопрос по размерам тех самых выплат, которые они могут получить на поддержку, на развитие своего бизнеса. Как раз-таки из этого фонда есть какой-то максимальный размер? Вот кто может ответить? Ну, что значит максимальный размер? Мы уже как-то неоднократно уже и часто говорим об этом, что 14 видов поддержки. У каждого вида поддержки есть определённый расчёт субсидий и определённая предельная величина. На сегодняшний день нами уже разработаны проекты положений о предоставлении всех видов субсидий, и они будут размещены в ближайшие дни на сайте по оценке регулирующего воздействия. Но хотелось бы сказать, чтобы как бы опять не запутывать, да, наших жителей и предпринимателей, мы планируем в ближайшее время, в начале, вернее, апреля, ну, где-то, может быть, числа в 10-е, сейчас это всё уточняется, с приглашением как действующих предпринимателей, как начинающих всех членов традиционного совета, именно для окончательного обсуждения всех видов поддержки государственной и для обсуждения порядка предоставления. Мы, конечно, тоже заинтересованы, чтобы минимизировать пакет документов по предоставлению поддержки, чтобы минимизировать, вернее, максимализировать возможность предоставления поддержки, чтобы это было интересно и востребовано. Потому что мы не заинтересованы, чтобы они у нас были 14. Пусть это будет 10, но они будут настолько востребованы и освоены предпринимателями с каким-то пакетом документов минимальным. Но, опять же, всё в рамках законодательства, но это всё равно всё на всеобщем обсуждении. Мы на своём сайте «Наоэкономика» постоянно размещаем какую-то актуализированную информацию в сфере предпринимательства. Интересно, как у вас, Валерий Юрьевич, такие у вас порта. В общем, мне нравится. И мы призываем, в принципе, предпринимателей и жителей округа участвовать в обсуждении всех вот этих вот нормативных актов. В последнее время, недавно совсем пару дней назад, разместили методические пособия для предпринимателей. Как создать свой бизнес в сфере рыболовства? Или как создать свой бизнес в сфере транспортных услуг? И призываем всех, посмотрите, пожалуйста, и попробуйте этот алгоритм применить на себя. Что-то где-то нам, может быть, есть смысл доработать. Может быть, что-то мы не учли, потому что мы не предприниматели. Может быть, что-то мы не учли. У вас есть успешные примеры, например, я тоже читала. Ну, конечно, да. Достаточно интересная информация. Кстати, вот, Алексей, вы как от числа предпринимателей, поясните, чего бизнесменам немцам не хватает для полного счастья, так сказать? Вот сейчас уже даже фонд появился. Чего еще надо? Ну, допустим, что касается меня, да, мне не хватает вот именно, бывает какой-то, встает, ну, сложный вопрос реализации какого-то сложного проекта. И нам необходимо получить вот, именно посоветоваться с кем-то прийти и узнать вот по, как вот здесь вот лучше, какие документы лучше собрать, как оформить. Или, допустим, необходимо где-то найти место для размещения своего офиса. Ну, ищешь, бегаешь, где-то подешевле смотришь. То есть место для ведения бизнеса — это одна из проблем. Получение вот этой консультативной поддержки. Плюс у нас в регионе еще у нас недостаток вот таких моментов, как бизнес-тренинги. Нету людей, которые могут проводить вот эти бизнес-семинары, обучать молодых предпринимателей и прочее. Я надеюсь, на базе фонда будет это реализовано. То есть будут привлекаться специалисты из других регионов, которые будут читать лекции. Читать лекции, проводить семинары, взаимодействовать с предпринимателями и делиться своим опытом. Ну, и что касается... Ну, и наш регион, он вообще особенный по сравнению с другими регионами. Это, с одной стороны, дает нам преимущество, с другой стороны, ставит нас в определенные рамки. Ну, удаленность, инфраструктура и так далее. Но нам нравятся наши регионы, мы здесь работаем и делаем бизнес. И, в принципе, делать его здесь можно. А если еще сейчас появится фонд, то это будет делать еще даже легче и веселее. То есть в плане, будет с кем прийти, посоветоваться, посовещаться. Тем более фонд — это будет место, где будет аккумулироваться информация от разных предпринимателей. То есть люди, которые будут работать в фонде, да, они будут общаться со всеми. И то есть можно прийти в эту организацию и узнать все последние новости вот в этом во всем бизнес-сообществе. То есть я понимаю, фонд, он вообще будет так своего рода открытая площадка для предпринимателей? Конечно, конечно. Это будет и даже принцип одного окна. Допустим, вот я предприниматель, я хочу получить земельный участок, мне надо, допустим, недавно был. Я бы сейчас пришел в фонд, да, и мне бы там бы сказали, вот иди сюда, иди сюда, напиши такой документ, да, и я бы взял, написал и даже, может быть, прямо на фонде и оставил это, как в МФЦ, да, вот здесь есть у нас, оставил эту бумажку. А фонд уже сам там решил, куда эту бумажку отнести и прочее. То есть было бы, на мой взгляд, очень удобно. Валерий Ильич, есть что добавить? Ну да, я хочу сказать, присоединяюсь ко всем словам, которые сказал Алексей. Программа называется «Идея на миллион», да. Будем считать, что эта идея действительно на миллионы, может быть, не один. Остается только пожелать фонду, новой структуре, успешной работы. А телезрителям и предпринимателям не критиковать раньше времени, дать какое-то время для того, чтобы фонд развернул свою работу, начал работать активно, а потом уже оценивать. А вот, кстати, сколько нужно времени, чтобы фонд проявил себя как работающий механизм конкретно? Вот, Валерий Ильич, вы всегда очень яркие примеры приводите. Быть может, на этот случай у вас тоже есть пример яркий. Какое время необходимо? Ну да, чтобы фонд зарекомендовался, чтобы люди, чтобы предприниматели не то что проверили, поверили в силу его. Я понял, Мария. А давайте мы с вами таким образом поступим. Я думаю, и коллеги согласятся. Вот как только фонд начнет работу, пусть не полноценно, не в полном составе, не со всеми функциями, но первые же истории успеха, так их называют, да, мы их обязательно с помощью вашего телеканала донесем до зрителей и потенциальных предпринимателей с тем, чтобы они увидели плюсы работы этой организации. Ирина Викторовна? Я, в принципе, предлагаю наблюдать за работой фонда, потому что мы можем не просто побывать на как работает фонд, мы можем периодически мониторить работу фонда, кто обращается, по каким вопросам обращаются, что получилось делать, что не получилось делать, почему не получилось. Мы со своей стороны, конечно, включаемся и полностью будем всецело вникать во всё, что будет делаться. И, кстати говоря, у нас вообще рост предпринимательства отмечен, всё-таки закон о налоговых каникулах у нас принят. Некоммерческая организация, фонд у нас создаётся. Какова активность предпринимателей? Можно прям вот каждый свой пример. может привести. Давайте, Валерий Ильич Мужслав, начнём. По данным о росте предпринимательской деятельности. Ну, есть определённый рост предпринимателей. По итогам 2014 года всё-таки у нас был плюс по сравнению с 2013 годом, когда, к сожалению, число уменьшилось предпринимателей. И надо понимать, что любое движение власти в направлении бизнеса и экономики, да, оно всё равно даёт свой отклик. Пусть не ежесекундный, но через месяц, через два, через полгода мы увидим, что ситуация изменится в лучшую сторону. Ну, сейчас в современном мире информационных технологий мы можем наблюдать в социальных сетях кучу сообществ по успеху, по бизнесу. И сейчас я, наверное, не знаю того человека, но того молодого человека, если взять, который бы не хотел иметь свой бизнес, своё дело и свой пассивный доход в будущем от этого дела. То есть все слышали хоть одну историю успеха, всех она завораживает, и все хотят чего-то добиться. И в современном мире это становится реально. И у нас в округе постепенно тоже создаются условия всё более и более благоприятны для того, чтобы создавались новые предприниматели, новые организации, и чтобы народ начал зарабатывать деньги, а не просто где-то работать на кого-то. Гораздо, пусть хоть маленький бизнес, но свой, понимаете, гораздо приятнее. Виня Викторовна, ну уж к вам-то уж точно люди идут, и вы точно знаете, сколько у вас предпринимателей. Да, конечно. Мы внимательно следим за каждым обратившимся к нам. И, в принципе, не просто следим, а перезваниваем, созваниваемся, всё ли хорошо, всё ли правильно, всё ли как бы. На сегодняшний день, я скажу, у нас уже порядка 52 обращений. Но если в январе это было порядка 11, в феврале порядка 20, то сейчас активность предпринимателей, она, конечно же, возросла. Это очень приятно. И очень нас радует, что, в принципе, люди поверили, как-то вот пошли, и мы стараемся всех проконсультировать, помочь. Но понимаем, что вот без структуру, без фонда мы сейчас уже можем не справиться. И, ну, хотя на сегодняшний день мы с любым предпринимателем, пожалуйста, ещё раз вам говорю, что, пожалуйста, приходите, звоните через сайт, через почту, любая форма общения. И всё, мы всё потихонечку передадим в фонд. Как только будет зарегистрирована данная организация, набран персонал, мы всё передадим. На сегодняшний день пока будем вести сами. Что ж, время нашей программы подошло, как обычно, очень незаметно подкралось. На самом деле, можно было пообсуждать ещё массу идей, те проекты, с которыми к вам приходят люди. Но я думаю, что это станет темой следующей программы. Я вас благодарю за участие в программе «Идеи на миллион». Ищите ваш «Идеи на миллион». Это была программа одноимённая. Меня зовут Мария Владимирова. Увидимся ровно через месяц. Всего доброго.